А как обеспечить разобщенность детей, например, во время перемен? Даже боюсь произносить это слово, потому что многие родители скажут, ага, вот оно, то самое дистанционное образование. А в некоторых случаях даже позволит вновь школам вернуться из шестидневного рабочего режима в пятидневный. Пожалуйста, только не дистанционка, все что угодно, только не дистанционка. В некоторых школах у нас компьютеры 97-го года. Конечно, мы не будем 100% требовать, чтобы ребенок был в маске. То 100 бальников у нас в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Она сама ушла, если мы говорим о феномене алтайской учительницы в купальнике. В твоем дальнейшем, так сказать, вот индивидуальной образовательной траектории. Мое почтение, я Александр Михельсон, очередная переговорка, очередные разговоры на самые злободневные темы. Сегодня мы говорим впервые с представителем исполнительной власти Алтайского края. И это действительно так. Все наши попытки пригласить кого-то из представителей исполнительной власти пока потерпели фиаско. И вот у нас в гостях министр образования Максим Александрович Костенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня говорим, естественно, про злободневные темы. А образование для всех, наверное, у людей важная вещь. Причем в любом возрасте. Кто-то уже отучился, но у кого-то дети учатся. А кто-то планирует учиться, кто-то поступать в вуз. Ну и так далее, тому подобное. И вот я попытался перед интервью сделать такой срез социальный. Что же все-таки людей волнует? И первый вопрос, который, безусловно, в лидерах с 1 сентября. Дети идут в школу или не идут? Вопрос, конечно, архиважный. Конечно, все и родители, и эксперты, и средства массовой информации, и политики очень-очень заинтересованы, что происходит с детьми, когда они попадают в систему образования. Потому что отчасти система образования – это тот самый идеальный образ нашего будущего, к которому мы постоянно стремимся. Поэтому, безусловно, многие вопросы волнуют наших родителей, бабушек, дедушек и многих других заинтересованных лиц. Я вам скажу, и дети тут заинтересованные лица. Потому что меня, например, спрашивают, а что мы идем вообще 1 сентября-то или нет? И заковырка там может быть нет? Может быть на диване продолжим, в смартфоне учиться? Сложно сказать, если вообще человек хотя бы один на земле, который точно может сказать, что же будет 1 сентября. Но мы, как Министерство образования и науки Алтайского края, полностью готовы к тому, чтобы 1 сентября идти в школу вместе с ребятишками, с учителями. Мы все делаем для того, чтобы школы 1 сентября 2020 года вовремя, торжественно начали новый учебный год для всех классов с 1 по 11. В этом году наш аж примерно на 5 тысяч детей придет в школы больше. 280 тысяч детей будут обучаться в школах Алтайского края. Мы для этого должны сделать максимум возможного и, как бы с точки зрения стандартного вхождения в новый учебный год, а именно необходимые ремонты, необходимая готовность к отопительному сезону, все то, что касается учебно-лабораторного оборудования подготовить. Но и добавляются темы, связанные с дополнительными мерами безопасности, учитывая COVID-19. И вот это максимально интересно. Какие это меры? Главным санитарным врачом России изданы методические рекомендации. Они действительно у многих людей и профессионалов в сфере образования, и у родителей вызывают, скажем так, не только интерес, но и некоторые сомнения, а порой даже сопротивление. А вот в двух словах, что именно вызывает сопротивление? Как рассадить детей в классе? А что сделать, если эти классы переполнены, например, эта городская миссия? С этим только Барнаул. Это и Барнаул, и Рубцовск, и Первомайский район, и город Новоалтайск. А как обеспечить разобщенность детей, например, во время перемен? А как организовать питание в столовых, чтобы все требования были максимально соблюдены и не допустить вспышек в детских коллективах? Кстати говоря, мы один из немногих регионов, где в том числе и благодаря изоляции, удаленному обучению удалось избежать каких-либо вспышек в детских коллективах, в детских садах и в школах, совершенно точно. Не дай бог это, так сказать, встретится в новом учебном году. Но вместе с тем мы сегодня понимаем, что и мы больше готовы, и семьи больше готовы, и система здравоохранения больше готовы к тем вызовам, которые сформулировал нам COVID-19. Мы сейчас рассматриваем варианты и ступенчатого расписания, и перевода во вторую даже смену в некоторых школах, там, где это была одна смена. И мы представим как раз четыре основных типа организации учебного процесса, исходя из наполняемости школы, площади проектной мощности каждой школы, перевода неперевода во вторую смену данных школ. Первая тема — это ступенчатое расписание. Ступенчатое расписание, когда уроки начинаются не ровно в 8, а в 8, в 8.15, в 8.30, и в течение часа с 8 до 9 разные параллели разные классы заходят в школу. Что это дает возможность? Это дает возможность при отмене звонков скользящего графика перемен, как следствие скользящий график питания. Таким образом, мы создаем условия невозможности объединения больших групп детей, например, на переменах, во время большой перемены, когда мы питаемся и так дальше. Вторая история — это так называемый один класс, один кабинет. Что это такое? Для начальной класса это понятно. Для средней школы мы привыкли, что с пятого класса у нас есть отдельные предметные кабинеты, и классы по расписанию переходят из кабинета в кабинет. В данном случае мы предлагаем школам подумать над тем, что даже в старших классах, даже в 10 и в 11, это один кабинет на один класс. Третья история — это перевод сменности в двухсменный режим. Там даже, где у нас был односменный режим, а 10 и 11 классы у нас в ночи все учатся, например, в односменный, мы будем предлагать переводить во вторую смену. Больше напряжения здесь возникнет, конечно, для начальных классов, и здесь, конечно, мы будем рассматривать вопросы, как еще более гибко подойти к этой системе. Например, один из вариантов, это как раз четвертая тема, даже боюсь произносить это слово, потому что многие родители сейчас скажут, ага, вот оно, то самое дистанционное образование, о котором все говорят и которым угрожают. Мы будем предлагать такие предметы, которые называются для начальной школы. Родной русский язык, родная литература — это так называемые предметы одного класса, часа, которые не возникли совсем недавно, как и второй иностранный язык в средней школе. Мы будем предлагать их осваивать в удаленном формате. Это позволит нам и сэкономить, так сказать, время для детей, и дать возможность разрядить вот то напряжение учебной нагрузки, которое у ребятишек возникает. А в некоторых случаях даже позволит вновь школам вернуться из шестидневного рабочего режима в пятидневный. А вот по поводу вот этого подвоха, о котором вы говорите, про дистанционное управление, а что родители, многие против этого? Если бы нам еще лет пять назад сказали, значит, вот такая ситуация, что делать? Однозначно был бы решен, что школы были бы просто закрыты, потому что не было никаких информационных инструментов, средств, сред, которые бы помогли нам даже в удаленном формате обучения какой-то ребятишек реализовывать. Ведь при удаленном обучении главное даже было не столько само по себе обучение, хотя это априори и не обсуждается. Процесс образовательный был в разных вариантах, с разной степенью качества и эффективности. Но главное, чтобы ребята были заняты и чувствовали, что каждый их день он занят, ну, как минимум, получением домашней работы по WhatsApp и его исполнением. В психологии это называется эффект социальной перцепции, когда человек знает, что кто-то над ним наблюдает, и это организует его день. Это не дает возможности, так сказать, там, пуститься во все тяжкие, например, засесть на целый день за компьютер, за телевизор или, там, не знаю, чем непотребным другим заниматься. Так вот, когда мы входили в эту историю, мы поняли, что какие-то средства для того, чтобы организовать удаленное обучение, есть. Как оказалось, это почти у 70% наших обучающихся. Надо сказать, что если в конце марта это было 70%, то к концу мая это уже почти 85% было наших школьников, которые имели гаджеты какие-то, которые позволяли обучаться дистанционно, с использованием интернет-платформ, онлайн каких-то платформ и так дальше. И это, конечно, огромная благодарность, прежде всего, родителям, которые даже порой не принимают такую форму обучения, но они поняли, что это сегодня вынужденная, единственная возможная мера, и помогли просто своим детям. Недавно мы боролись с гаджетоманией, а теперь наоборот. Ну, как в любом, так сказать, деле, тут важна доза, скажем так, принятого. Поэтому здесь, продолжая свою мысль, некоторые родители как раз испытали большое напряжение в связи с тем, что дети постоянно на твоей ответственности, дети не уходят в школу, дети требуют поддержки. Поддержки не только эмоциональной, но где-то и когнитивной, интеллектуальной. То есть нужно помочь эту домашнюю работу, например, выполнить. И многие родители негативно стали воспринимать вот тот самый дистанционный формат. Это не только в Алтайском крае, это, я даже скажу, не только в Российской Федерации, во всем мире, мы когда сейчас анализируем вот эти вот кейсы по разным странам, в том числе и вхождение в учебный год, и разным регионам, мы, вот если убрать, зачеркнуть в тексте рефлексии родителей по поводу дистанта, по поводу определенного обучения, хоть Америка, хоть Чехия, хоть Израиль, хоть Россия, переживания все примерно одни и те же. Мы впервые, многие впервые оказались один на один, 24 часа, то есть фактически онлайн, с ребенком, со всеми его нуждами, дефицитами, сложностями, эмоциями, в том числе и не всегда положительными, поскольку дети тоже оказались в ситуации нестандартной для себя, они испытывали стресс серьезный. И сегодня, когда мы говорим о новом учебном, вхождении в новый учебный год, 20-21, есть группа родителей, которые говорят, пожалуйста, ну только не дистанционка, все что угодно, только не дистанционка, сделайте что-нибудь, чтобы этого не было дистанта. Мы примерно почитали, сколько нужно было бы, чтобы организовать хотя бы, ну скажем так, единую, как это сказать, локальную, что ли, региональную систему онлайн-образования, чтобы она как дополнительное средство могла в таких чрезвычайных ситуациях вручать и родителей, и детей, и учителей. Так вот сегодня там не менее 15 миллиардов рублей нужно, миллиардов рублей одномоментно вложить, только в Алтайском крае. То есть это, ну просто бесконечные цифры средств, которые, к сожалению, только ты их приобретаешь и устанавливаешь, они тут же устаревают, и требуется что-то новое, новое, новое. А сегодня мы провели вот к этому времени паспортизацию всех школ, и мы видим, что в некоторых школах у нас компьютеры 97-го года находятся. Таких школ немного, слава богу, но они есть. Но больше школ, где компьютеры 2000-го, 2005-го, что тоже уже как бы не соответствует реальной действительности. Кроме тех четырех позиций, которые вы перечислили, чисто практические вопросы. Дети будут ходить в масках, в том числе на уроках? Я уверен, что эксперты потребнадзора сказали бы, да, конечно, нужно в масках, потому что это очень эффективная мера, и статистика медицинская показывает, что это минимум в 70% случаев защищает нас от передачи любой инфекции. Ведь что сегодня происходит? Мы защищаемся от ковида тем, что мы там обеззараживаем руки, носим маску, а в результате снижается медицинская статистика по всем другим инфекционным заболеваниям. Но мы-то понимаем, что в детском коллективе это очень сложно соблюсти. Поэтому, конечно, мы будем рекомендовать в масках, конечно, будет организован режим термометрии, конечно, будут инфицирующие средства установлены и в классе, и в столовой, и при входе в школу, но мы понимаем, что невозможно от ребенка 100% требовать исполнения данной меры. Поэтому мы будем рекомендовать родителям и детям, но в то же время мы готовы, что если кто-то не сможет, гиперактивный, например, ребенок, которому просто сложно, когда что-то здесь у него на лице, либо это просто создает ситуацию дискомфорта, ну, конечно, мы не будем 100% требовать, чтобы ребенок был в маске. Замеры температуры на входе в школу это будет? Это обязательное требование. На каждом из входа будет обязательно термометрия, обязательно обеззараживание рук и, конечно же, подошвы. Финансово, насколько это тяжело для бюджета? Потому что ведь это все нужно, в конце концов, эти термометрические приборы, их же купить нужно. Термометрические приборы нам передает центральная наша избирательная комиссия краевая, но термометры были приобретены для нужд проведения голосования, для создания безопасности голосования за поправки в Конституцию за счет средств краевого бюджета. Таким образом, краевой бюджет, безусловно, помог и реализации мер безопасности во время голосования, потом в пунктах приема на ЕГЭ, и эти же термометры сегодня остаются в каждой школе. Почему это произошло? Ну, потому что почти каждая школа — это избирательный участок, куда приходят граждане голосовать, когда проходят вот такие мероприятия. Все логично сложилось. Да, и, конечно, теперь вопросы по дезинфекции. И здесь нам тоже хотелось оцентировать внимание, что губернаторам было принято решение, выделены дополнительные средства на пункты приема экзаменов, приобретения. Нас поддержали депутаты нашей Государственной Думы и Законодательного Собрания. Просто были такие благотворительные пожертвования и взносы в виде дезинфицирующих средств в ряд образовательных организаций. Эти средства по-прежнему у нас есть, так сказать, в потенциале, и мы будем их использовать во время начала учебного года. Но потребности, дополнительные дефициты все просчитаны, и мы сейчас в коммуникации с Министерством финансов о том, как помочь и муниципалитетам, и краевым учреждениям. Важно тут что иметь в виду, я все-таки подчеркну еще раз, что у нас 93% это муниципальные образовательные организации, и дошкольное, и общее образование это полномочия муниципалитетов. Поэтому, конечно, прежде всего задача будет возложена и ответственность на плечи муниципалитетов. Но краевой уровень также не будет в стороне стоять, мы будем помогать. Маски покупаются за счет родителей? Совершенно справедливо. Там, где изобретители считают, что ребенок должен хранить в маске, то, конечно. Но еще раз говорю, что мы не будем настаивать, чтобы ребенок был в маске. Вопрос, возможно, для вас не совсем логичный. Вы не педагог в прямом смысле на данный момент, но тем не менее. Как ситуация с дистанционным обучением повлияла на качество образования? Интересный вопрос. Здесь как минимум два контекста есть. С одной стороны, качество можно измерить в количественных показателях. Если вот совершенно, опять же, от контекста оторваться и посмотреть количественные характеристики, то мы скажем, что успеваемость по итогам четвертой четверти повысилась. Наши выпускники 2020 года нас просто очень порадовали. И мы гордимся всеми выпускниками 2020 года, потому что сегодня уже утверждены результаты по всем ЕГЭ основного периода. Так вот, из почти 9,5 тысяч участников ЕГЭ, мы сегодня видим, что 100 бальников у нас в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Пару недель назад активно в блогосфере обсуждалось по поводу сложности заданий по химии. Так что я могу сказать, что наши выпускники Алтайского края по химии увеличили средний балл почти на 3 единицы. 9 стобальников у нас из химии. У нас большее количество выпускников химию выбрали в этом году. И кроме того, примерно на 20% ребятишек, от сдающих химию, это 80 и выше. То есть это очень высокие показатели, даже если в среднем по стране брать. Ну это количественные характеристики. Если взять как бы качественный контекст, ребята, которые пошли в этом году на ЕГЭ, были только мотивированы на поступление в ВУЗы. Почти 3300 человек забрали аттестаты после 11 класса и не пошли на ЕГЭ. Они пошли в среднепрофессиональные образовательные организации, устраивать свою личную жизнь, либо делать карьеру сразу непосредственно в производстве, в обслуживании, в экономической сфере. И поэтому мы можем говорить о том, что ребята готовились к ЕГЭ. И возможность удаленки дала им больше возможностей сосредоточиться на тех предметах, которые они хотели бы сдавать в первую очередь. А это так называемые предметы по выбору. В этом году не было математики базовой. То есть не нужно было тратить время, если ты не выбирал математику профильную. Но в этом году по математике профильную у нас также в 2,5 раза больше 100 бальников и выше средний балл. То есть ребята готовились тщательнее. Что из дефицитов? Дефицит — это то, что в образовании вообще невозможно без опоры на другого человека. Но этого не бывает. Один сам по себе человек, он даже если много чего-то узнает, ему сложно применить эти знания на практике. Так называемая функциональная грамотность, грамотность 21 века это еще называют. И Лев Семенович Вугодский, один из основателей нашей советской психологии, говорил, что то, что ребенок делает сегодня самостоятельно, вчера он сделал со значимым взрослым. Ну и наоборот, если ты хочешь ребенка чему-то научить, сегодня ты должен сделать с ним это совместно, а завтра он будет делать сам. О чем это говорит? О том, что невозможно обучение, невозможно образование, невозможно воспитание без опоры на значимого взрослого. И родитель — это одно крыло значимого взрослого, а учитель — это другое крыло. Отсутствие коммуникации, отсутствие такого человеческого контакта вскрыло дефицит, вот как бы это пафосно, может быть, не звучало, словосочетание, на роскошь общения. И эффекты этого дефицита еще нам предстоит понять и учесть в 2020-2021 году. Очень объемный у нас разговор именно про образование школьное получается, поэтому я даже не буду заходить и спрашивать вас про вузы и про высшее образование. Но, тем не менее, в этой сфере есть один вопрос, который активно обсуждается, а я очень хочу спросить вас об этом. Это, конечно же, строительство нового здания университета, нового корпуса в центре на площади Сахаровой. Как вы к этому относитесь? Хочется позицию исполнительной власти услышать по этому поводу. Ну, исполнительная власть, я же еще и, так сказать, выпускник Алтайского госуниверситета и горожанин города Барнаула. И здесь это непростая тема, она ни в одной плоскости должна восприниматься. Безусловно, если меня бы спросили, нужен ли корпус новый и вообще площади учебные, лабораторные, рекреационные, культурные для университета, не только классического, любого из наших алтайских государственных университетов. Ну, конечно, да. Но если мы говорим о том, что любое здание в отрыве от корпуса университета как-то существенно может изменить облик привычный, традиционный, гармонично воспринимаемый горожанами, то это другая уже плоскость вопроса. Они, безусловно, пересекаются, эти плоскости. И сложно, может быть, найти консенсуса. Поэтому такие вот большие рефлексии, обсуждения интенсивные за последний, наверное, год. Мы видим и в блогосфере, и в выступлениях различных стейкхолдеров, архитектурных, культурных, образовательных, еще каких-то. Но мне кажется, здесь очень важная позиция, которая была вот и Виктором Петровичем, нашим губернатором озвучена, важно спрашивать мнение людей. Вообще, мнение людей сильно расходится. Кто-то категорично против, кто-то категорично за. На мой взгляд, когда есть острые такие противоречия, которые выплескиваются, ну вот, кроме, так сказать, вот роскоши общения неформального на странице или там блогосферу, мне кажется, еще сообщество не готово конструктивно воспринимать эту идею с точки зрения того, что можно реализовать вот в этом месте, построить вот это здание. Закон конфликтологии, кстати говоря, очень профессионально развиваемый в Алтайском госуниверситете гласит, если два есть оппонента, если есть две разных стороны, по-разному, которые воспринимают один и тот же вопрос, нужно искать третий, четвертый, пятый, десятый пути решения данной проблемы. Потому что все-таки, мне кажется, важно, чтобы мы, мы все россияне, уходили от ментально присущего, пока еще не пережитого, как мне кажется, вот этого восприятия мышления гражданской войны, что есть красные и есть некрасные, есть белые и там есть небелые, и серые какие-то, да. Мир многоцветный, он разнообразный. В данном случае, мне кажется, позиция университета должна быть такая, не только профессиональная, но и мировоззренческая. Она должна давать платформу для общественного договора разных интересантов этого вопроса. За всю историю переговорки самый политически выверенный, но и при этом самый такой красивый, я бы сказал, ответ на вопрос, из которого я понял, что пока вы против строительства. Я думаю, что нужно искать другие форматы и решения этого вопроса, и другие площадки. Еще один вопрос, который не касается образования. Недавний, я его назову, наверное, скандалом, потому что все его так называли, но была часть тут и комическая, как мне кажется. Я говорю про фотосессию в купальнике учителя города Барнаула, ну, экс-учителя Татьяны Кувшинниковой. И в одном из интервью вы сказали, что, в общем-то, принимаете ее сторону, и ничего в этом такого нет. И спортсмен, наверное, нормально, что он фотографируется в купальнике в момент заплыва, причем там это зимний заплыв был. Вот эта ситуация разрешилась, тем не менее, как-то довольно спорно, то есть, но вы в ней принимали активнейшее участие. Как сейчас вы эту ситуацию оцениваете по истечению времени? Ну, мне кажется, что сюжет с Татьяной, он как раз еще даже почти там за год до пандемии вскрыл вот этот запрос на все живое. Что такое школа? Это консервативный институт, как любая образовательная организация. И вот там плюс школы, университетов и любых образовательных организаций. Но вместе с тем любая образовательная организация должна выстроена быть на базисе, вот скажем так, психологи бы сказали, эмпатии. Умение слушать, что происходит вовне, и нос должен быть в этом смысле по ветру, какие изменения происходят, что происходит с родителями, с учителями, в том числе молодого поколения, с детьми. Какие вызовы формируются, какие запросы, какие ожидания у общества, у государства, у отдельных групп социальных в обществе, к школе, к любой образовательной организации. И мне показалось, что как раз здесь вот этого умения слышать друг друга, не мыслить категориями гражданской войны, что есть наши и не наши, вот здесь не хватило. Тому не хватило и той, и другой стороне. Татьяна только что пришла в профессию. Она не имея педагогического образования, имея университетское филологическое образование, она решила заняться учительством. У нее была соответствующая квалификация, повышение квалификации и так дальше. Но она была как новый элемент в сложившейся, действующей и, в общем-то, довольно эффективной системе той школы, в которую она пришла. И ее поведение не в полной мере соответствовало тем, опять же, как сказали бы психологи, паттерны, модели, привычные традиции поведения школьного коллектива, педагогического коллектива. И поэтому она продолжала вести себя, как она считает нужным. Это было адекватно многим ожиданиям родителей, обучающихся и некоторого жильцкого сообщества, как мы это увидели, не только в Алтайском крае, в Барнауле, но и во всей Российской Федерации. А директор и ее единомышленники школы, они были тоже честны и искренне в своих убеждениях, что нужно поддерживать те модели поведения, которые сложились многими предыдущими поколениями этого педагогического коллектива. Если бы было желание с той и с другой стороны услышать друг друга и поговорить, и обсудить, ну не было бы, конечно, никаких таких конфликтов. И это на самом деле большой дефицит вообще взрослых людей. И этот дефицит мы должны оставить его для себя, но научить детей своим поведением прежде всего, научить, как можно самые сложные ситуации разрешать без применения каких-то силовых приемов и методов, как это было и в том, и в другом случае, если мы говорим о феномене алтайской учительницы в купальнике. И вот я честно, я не понял ваш ответ. Вы-то как к этой ситуации все-таки относитесь в финале? То есть ее нужно было уволить или не нужно было уволить? Какую из позиций все-таки вы поддерживаете? — Оснований для увольнения здесь никаких нет, но, в общем-то, ее и не увольняли. Она сама ушла, просто создалась такая нетерпимая, с ее точки зрения, ситуация. Просто она не могла в школу идти. — То есть ее не увольняли? — Нет, она сама уволилась. При этом ей дали возможность как-то исправиться, скажем так, осознать все. Она сказала, что это не соответствует моим ценностным убеждениям, и поэтому мы просто не совпадаем на этом этапе жизненного пути. Но мне кажется, что, конечно, это не то, что нужно сегодня делать. Это, мне кажется, перегибы на местах, что раньше называлось. Сегодня существует наоборот, мне кажется, у родителей и у детей запрос на учителя современного человека. Вот так бы я сказал. Поэтому я, конечно, совершенно против по-прежнему, как и тогда, против увольнения, притеснения, гонений, буллинга на рабочем месте людей, которые занимаются социально одобряемым, конструктивным делом и показывают пример для детей. Даже если это, допустим, не входит в одобрение большинства педагогического коллектива. — Ну что ж, я в заключении хочу задать вопрос. Министр образования каким-то самообразованием занимается? Остается ли время на это? И если да, то каким? Книги какие-то читаете, я не знаю, фильмы какие-то смотрите? Что интересует? — Конечно, я читаю книги, конечно, я смотрю фильмы. И в этом мне помогает очень старший сын. Он, так сказать, формирует нашу культуру чтения и культуру просмотра фильмов. — Сколько лет? — Нам 19 лет уже. Он формирует перечень, такую линейку фильм и книг, которые мы должны с женой обязательно... Теперь уже и для младшего сына это то же самое делает. То есть он занимается нашим развитием и нашим воспитанием. — Посоветуйте что-нибудь. — Почитать. Посмотреть все и так посмотрят. — Пожалуй, одно из самых последних, если из художественной литературы, открытий. Мне очень понравилась книга современного писателя. Он очень уже популярен. Фамилию сейчас сразу не сориентируюсь сказать. Петрова в гриппе и вокруг него. Очень интересный, как мне показался, текст сам по себе. Очень интересно так постмодерново изложенный. Но книжка такая, мне кажется, заслуживающая внимания. Конечно, не у детей, но у старшего возраста ребятишек, у родителей, мне кажется, это будет интересно. — И это именно с подачи сына. — Абсолютно точно. А из профессиональной литературы мне на фоне пандемии стало интересно, как учительское сообщество переживало последствия Великой Отечественной войны. И я нашел интересную книжку исследователей разных групп, но это Президентская академия, Высшая школа экономики, исследования образования, и они как раз посвятили свой фокус, как после 1945 года, 1950-1960-е годы страна, большая, могучая, великая, Советский Союз выстраивала модернизацию системы образования, какие были лакуны, дефициты, какие задачи ставились. Эта книга называется «Острова утопии», как раз про систему образования. И вы знаете, такие у меня мысли, что те поколения, которые думали в 1945 году о постановке учительского дела, очень многие вопросы, они абсолютно идентичны сегодняшнему дню нас, пока еще постпандемической ситуации, переживающей ситуацию в образовании. То есть многие вопросы очень созвучны, и задачи, которые мы для себя формулируем, они очень похожи на те задачи, которые ставили наши профессиональные предшествующие поколения. Удивительно, но вот вы не первый сравниваете эту ситуацию с военной. Параллель проводите, был у нас на интервью господин Елыкомов, депутат Государственной Думы, медик. Вот он тоже такие очень мощные параллели именно с военным временем проводил, военным, поствоенным. Так что, видимо, это действительно так. Что ж, спасибо большое за интервью, мне было искренне интересно ваше мнение услышать. Спасибо. Спасибо большое. Вам, и я надеюсь, что мы не последний раз в этой студии видимся, через какое-то время поговорим. И как, например, полгода, первые полгода обучения постпандемийные прошли. Всегда с удовольствием. Спасибо. Спасибо.